Ну давайте обо всем по порядку, где взять идею. Вот вы сидите, может быть, перед экранами смотрите, может быть, придете домой, пофантазируете, возьмите свой бизнес и подумайте, это применимо к вам или нет, каждую идею проработайте. У меня креативщики, сталкиваясь с любым бизнесом, перебирают вот эти шаблонные варианты. Это далеко не все, но это некоторые из них. Суд. Любой может подать в суд. Мы живем согласно Конституции, почему бы нет. На кого можно подать в суд? Вот Рома Масленников, мой учитель во многом во взрывном пиаре, я чуть-чуть модернизировал некоторые его идеи, он подал в суд на Яндекс за облысение. Вы не думали, что вы могли бы подать в суд на Бургер Кинг? Или подать в суд на Редбул за то, что он не окрыляет? Или на Газпром за то, что мечты не сбылись? А ведь имеете право подать в судебное дело, и даже можно проинформировать телеканал Дождь или Лайф Ньюс. В Твиттере им напишите прям, ребята, я подаю в суд на Газпром, потому что мечты не сбылись. Мы с моим котом мечтали ездить в Гелендвагене. Вот, блин, да ты крутой чувак, мы снимем про тебя репортаж. Рома Масленников проиграл суд Яндексу, то, что он облысел из-за Яндекс.Новостей. Ну, тяжело такие вещи выигрывать, но его снимали до, нифига себе ты мужик, его снимали после, и таким лейтмотивом даже эфир Урганта. Безумный пиарщик подает в суд на Яндекс за плохие новости. Ну, не знаю, на кого подадите в суд вы, если решитесь, подумайте, можете или нет. Спасибо.